Магма Филмс и Сазерн Стар Интертеймент представляют Овечье дерьмо. Прекрасный источник энергии. Оно было движущей силой целых обществ. Если бы его использовали и сейчас, нам не нужны были бы мозги. Что это? В котельной. Это очень серьёзно, мисс. Очень! Его можно починить? Боюсь, нет, мисс Мёрфи. Его уже не починить. Брэд, как раз вовремя. Принеси вёдра и тряпки. Тебе надо здесь всё убрать. Отлично. Ты уверен, что его нельзя залатать? Он отлично служил нам 36 лет, мисс Мёрфи. Но теперь его надо заменить. А ты ничего не можешь придумать, Кормак? Здесь нужны не только мозги. И потом древние котельные. Не по моей части. Придётся созывать попечительский совет. Они не очень обрадуются. Полностью вышел из строя? Боюсь, что да. А сколько будет стоить новый? По подсчётам Шеймуса около 20 тысяч. Учитывая, что у школы и так уже большие долги, это приведёт к фискальным санкциям. В смысле? В смысле, у нас нет выбора, мисс Тапетт. Придётся продавать школу. Они ведь не могут этого сделать. Отец Мартина считает, что могут. Говорит, выхода нет. Но я думал, Ангус завещал школу местному совету. Завещание не было найдено. Значит, не завещал. А передал ему право лизинга на сто лет. А эти сто лет прошли. И теперь они могут делать с ней, что хотят. Именно. Они примут решение в четыре часа. Но это моё наследство. Звучит красиво, Ваше Величество. Только ты не можешь это доказать. Надо их остановить. Да, но как? У отца Мартина уже есть на примете покупатель. Богатый. Это место стоит целое состояние. Ты не догадаешься, кто это. Это же Тиффани Брукс. Мисс Брукс. У меня есть все, сиди с её подписью. Не могу поверить, что она здесь. Благодаря моему отцу. Здесь надо всё перекрашивать. Нужен только косметический ремонт, но внешний вид – это не главное. Это мисс Мерфи, директор школы Окифа. Она продаётся вместе с директором? Клёво. Не могу поверить. Говорил, что сюда придут рабочие, чтобы установить новый котёл. И мы не сможем пользоваться порталом. Да. Это просто катастрофа. Брэд? Взгляни. Что это? Здесь такой же символ, как и на портале. И на могиле Ангуса Окифа. Думаешь, это его? Даже не сомневаюсь. Наш дом. Наверное, здесь объясняется, как работает портал. Вполне возможно. Привет, Ханна, Брэд. В чём дело? Я думал насчёт этой котельной. Ты сказал, это не по твоей части. Я прочёл интересную диссертацию по вопросам термальной проводимости и знаю, что делать. Кормак! Ладно. Возможно, ещё и не знаю, но узнаю. Ты в порядке? Книга. Только не это. Кормак, я тебя убью. Но что это? Старый альбом для рисунков. И теперь он испорчен. Нет, не волнуйся. Он не испорчен. В летней школе я проходил курс реставрации книг. Дай её мне. Я её отреставрирую. Нет. Кормак! А если он узнает о портале? Не узнает. Думаю, это дневник Ангуса, где он писал о своих путешествиях. Мистер Стоунтон, вам не кажется, что мисс Брукс должна узнать, в каком состоянии эта собственность? Уверен, что мисс Брукс не обязательно видеть все укромные уголки. Я обожаю укромные уголки. Что это? Котёл утопительной системы этого здания. Его ремонт обойдётся в 20 тысяч евро. Здесь жутко. Прикольно. Вот не везёт. Быть так рядом с Тиффани Брукс, и в то же время так далеко. Мне очень жаль, но есть вещи поважнее Тиффани Брукс. Не думаю. Что это? Просто метка на каменной стене. Ничего серьёзного. Жаль. А я надеялась, что это какой-то потайной тоннель. Если желаете, мы можем его прорыть. Прорыть потайной тоннель? Уверяю вас, мисс Брукс, это не составит труда. А это что? Это собственность школы. Мне надо в офис. Спасибо. Не хотите ли взглянуть на территорию? Она очень большая. Запись 0.1 Образец показывает признаки высокой впитываемости. Запись 0.2 В книге есть спрятанные страницы. Может, это всё-таки надо сделать? Ты о чём? О том, чтобы доказать, что ты прямой наследник Ангуса Акифа. И как это можно сделать, не рассказав о портале? Никак. Придётся о нём рассказать. Отличная идея, но это не поможет. Как только о портале станет известно, правительство его заберёт. А школа останется под угрозой. Идём. Они уже, наверное, ушли. Запись 0.4 Задача успешно выполнена. Альбом для рисунков отреставрирован. На обнаруженных листах какие-то уравнения. А также диаграмма расщепления метеорита перед его падением на Землю. Это может стать великим открытием. Мне всё здесь понравилось. Идеальное место. Днём мой адвокат перешлёт по факту моё предложение. Как приятно вести с вами дела, мисс Брукс. Не могу поверить. Я увидела Тиффани Брукс. Она мне улыбнулась. Пока, Тиффани. Мечтать не вредно, Мартин. Ты ей не нужен даже, чтобы гулять с пуделем. До встречи на попечительском совете, мисс Мерфи. Ровно в 4, да? Что случилось? Кажется, я тут застрял. Давай. Давай же. Что с ключом? С ним ничего. Тогда что с порталом? Не знаю. Это катастрофа. Как мы помешаем продать школу, если мы здесь застряли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Запись 05. Объект, возможно, метеоритного происхождения. С вырезанными лебедями. Как и на старой книге. Такие же я видел в подвале. Возможно, скопилась грязь. Вот он не открывается. Но раньше этого не было. Ну, когда-то это должно было случиться. Камень тяжёлый. Он не оставил бы частиц пыли. Возможно, забилось отверстие. Или? По другую сторону кто-то вытащил ключ. Ну, кто? Не знаю. Но это хоть какое-то объяснение. Я раньше этого не замечал. Здесь что-то есть. Что? Не могу достать. Дай я. Запись 06. Первые координаты. Голвей. Вторые. Перд Австралия. Это можно прочесть только с помощью рентгена. Давай сюда. Это завещание. Чё? Ангуса Акифа. Который пропал? В случае отсутствия наследников, поместье перейдёт к графству головы при условии, что оно не будет продано. Это может спасти школу? Если мы сможем вернуться. Мы должны. Попетительский совет назначен на 4 часа, чтобы решить, продавать её или нет. Мы должны вернуться. Как? До свидания. Чем вы заняты? Мы говорили об истории Ирландии. Уже поздно, Хана. Тебе не пора домой? Она не может пойти домой. Почему? У неё захлопнулась дверь. А где твой папа? Он на работе. Бедняжка. Не переживай, мы что-нибудь придумаем. Что? Она может переночевать у нас. Нет, нет. Я не хочу вас беспокоить. Ерунда. Мередит будет счастлива. Ты у нас переночуешь? Здорово. Видишь, пойдём приготовим тебе кровать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ В первый раз после переезда у меня кто-то остаётся на ночь. В общем, устраивайся. Увидимся утром. Вот полотенце. Надо что-то делать. Знаю, ну что? Ханна, иди сюда. Взгляни на кровать. Дамы и господа, поступило предложение о покупке этой собственности от мисс Тиффани Брукс. Она предлагает пять с половиной миллионов евро. Думаю, вы согласитесь, это очень щедрое предложение. И от него просто невозможно отказаться. Хочешь, скажу, что я думаю? Надеюсь, вы с Брэдом поженитесь. Тогда ты навсегда станешь моей сестрой. Правда? Здорово. Возможно, лучше не торопить события, Мэридит. Предложение на столе. Давайте голосовать. Сначала я хотела бы что-то сказать. Если вы считаете это нужным... Считаю. Тогда, конечно, мисс Мерфи. У школы Акифа долгая история, которой мы все гордимся. Книга. Продолжение следует... Девушки отдыхают Ты не останешься ночевать? Обещаю, Мэридит, я вернусь и обязательно у тебя переночую. Честно? Честно. Но мне надо вернуться. Спокойной ночи. И поэтому школа О'Кифа должна продолжать передавать свой богатый опыт в сфере образования. Я согласен с трогательной речью мисс Мерфи, но факт остается фактом. Эта школа банкрот, поэтому мы должны действовать ответственно и исполнить свой долг. Все, кто за предложение мисс Брукс. Как ты его починил? Не знаю, он взял и открылся. Да. Миссис Таппетт? Вы уверены, что у нас нет выбора? Факты налицо. У нас нет выбора. Остановитесь. Вы не можете продать школу. Нельзя врываться сюда. Продолжаем. Я ценю вашу поддержку. Но боюсь, что уже поздно. Вы не понимаете. Совет графства не имеет права продавать школу. Да, и прочтите это. Они сто лет собирали ренту с пахотных земель и должны эти деньги школе. О чем ты говоришь? Здесь все написано. Пропавшее завещание Ангуса О'Кифа. Чушь, нет никакого завещания. Дайте. А мне кажется, оно подлинное. И пока мы это не проверим, я предлагаю отложить принятие решения о продаже школы. Кто за? Все за. Вы не возражаете, мистер Стоунтон? Где ты нашла завещание, Хана? Я разбиралась в подвале, а оно было спрятано за стеной. Да. Нам повезло, что котел взорвался, так бы мы его никогда не нашли. Я знал, что это знак. Замечательно, когда происходит так, как и должно быть, да, Несмерти? Да, Шеймус, но мне почему-то кажется, что здесь многое не договаривается. А может, и не надо копать слишком глубоко? Зачем дразнить удачу? Нет, Шеймус, мы не будем ее дразнить. Спасибо, Хана. И тебе, Брэд. Они что-то подозревают. Да, но все нормально. Пока школе ничего не угрожает, они не станут допытываться. Я готова поспорить. Всем доброе утро. Пойду покатаюсь. А завтрак? Обойдусь этим. Когда вы с Ханой поженитесь, вам придется завтракать вместе. Мэридит, прекрати, мы никогда не поженимся, ясно? Да. Ханна не настолько глупа, чтобы выйти замуж за Брэда. А ты откуда знаешь? Оставьте Брэда в покое. Хотя я надеюсь, что ты не вляпаешься, дружище. Ты еще слишком молод для женисьбы. Я об этом не думаю. Поверь мне. Тебе пришла открытка. Мне? Это от Кормака. Что он делает? Почему пишет на ирландском? Он знал, что я переведу. Значит, она нам обоим? Да. Я увидел много новых мест с тех пор, как раскрыл вашу маленькую тайну. Что? С тех пор, как раскрыл вашу маленькую тайну в подвале. Этого не может быть. Он же не приходил в Австралию. Вы никогда не пробовали другой ключ? Другой? Кормак. Кормак. На русский язык фильм озвучен по заказу СТС в 2007 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok